МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждите, ждите, приедем, выйдет за вас. С первого кига я автомобиль загрузил, у меня появилась резкая боль в животе, у меня живот отоболел, и дыхание тяжело. Стало дышать тяжело. Я обратился к хору-помощному. МРТ, которое было выполнено в этот же день, описывали, что у него разрыв диафрагмы. Я вот 4 дня вообще не спал, не ел, мучился. Ну, вот уже, видимо, организм устал. Временами, там, минут на 5 я мог отключиться, поспать. Боль проходит маленько, я засыпал, ну, буквально на 5 минут. Потом по-новому у меня боли начинались. Я говорю, вообще даже пить не мог. Мы его отправляли таракальным хирургам, ну, по маршрутизациям обязаны, раз травма была, этот вопрос исключить. Вот, но забрали обратно, раз они травму экстренно исключили. Ну, у меня вот ребра были сломаны, может быть, и все-таки ребра задели диафрагму в момент поднятия тяжести. Вот мне сделали МРТ и сказали, что срочно нужна операция, разрыв диафрагмы. За всю практику, ну, если так, ну, в год, один-два раза, может, бывает. Вот, и то не каждый год может быть даже. Заболевание очень достаточно сложное и тяжелое, ущемленная диафрагмальная грыжа, которая поддается и диагностике достаточно сложной, ну, и оперативное вмешательство, тем более, что у нее ущемление было и толстого кишечника. Когда мы сделали, так называемый, разрез живота, увидели, что у нас, так называемая, кишка толстая, она расширена до 10 сантиметров в диаметре, такого вот размера. Вот, ну, соответственно, что и предполагали. Кишку только на место поставили, а так называемый сальник пришлось убирать, потому что он был черного цвета, мертвый уже за три дня. Ну, здесь что могло произойти? Некроз кишки, разрыв кишки, перфорация, каловое содержимое в животе, плевральная, возможно, полость, ну, смерть. Уже очнулся, когда меня отбудили. Сказали, что дыши давай сам уже, выводи животом, через трубочку, видимо, дышал. И два дня я еще в реанимации пролежал. Достаточно позитивный молодой человек. Большое это значение, мне кажется, всегда вот, общаясь с больными за столько лет, ну, большое значение имеет, как больной настроен на выздоровление. Поэтому хирургом, не только быть хирургом приходится, но и в какой-то степени психологами. Послеоперационный период достаточно гладко для такое, ну, благодаря нашим заботам, усилиям, я думаю, немалое значение это имело. У него ребра выровнялись, то есть вместо угла сейчас у него закругление, то есть у него была так называемая нехватка воздуха, она сейчас появилась, он себя чувствует, что может пройти больше расстояния без одышки, и поэтому он себя чувствует лучше. Да, я думаю, благоприятно, он скоро про нас забудет, наверное, совсем, но где-то в мыслях будет иногда вспоминать, что ему спасли жизнь. Огромная благодарность, низкий поклон, здоровье вам самое главное, руки у вас золотые. Спасибо. Чтоб вам карьерного роста, семейного благополучия, всего-всего. Субтитры создавал DimaTorzok